Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сегодня праздник входа Господня в Иерусалим или как в разных местах, странах, землях, в зависимости от климата и разнообразия растительного мира, этот праздник называют Пальмовое Воскресенье на Востоке прежде всего или в наших северных краях Вербное Воскресенье. Сегодняшнее послание апостола Павла к филиппийцам начиналось такими словами «Радуйтесь всегда в Господе!» И еще говорю «Радуйтесь! Кротость ваша, да будет известно всем человекам, Господь близко!» Действительно уже близко совсем следующее Воскресенье, это праздник Святой Пасхи, Светлое Христово Воскресенье. Но Господь всегда близко с теми, кто ищет Его и старается жить по Его воле. И сегодня, вспоминая вход Господа Иисуса в Иерусалим, на самом деле это вход Его именно на путь своих крестных страданий, как и в прошлое Воскресенье читалось, что Иисус предупреждает учеников, что вот мы войдем в Иерусалим, и будет сын человеческий, говорит он о себе в третьем лице, будет предан в руки первосвященников, книжников, старейшин, и поругаются над ним, побьют его, унизят его, распнут его, и в третий день воскреснет. Ну, уже тогда мы с вами размышляли и говорили о том, что совсем почти никто не понимал, о чем это речь. И сегодняшний праздник, сегодняшние воспоминания евангельского события, если так можно выразиться, это тоже праздник непонимания, и этим самым он очень близок к нам, потому что и мы с вами очень, как показывают многие обстоятельства, многие современные обстоятельства, мы тоже очень далеки от настоящего понимания Бога, воли Божией, того, что Он явил, показал нам в Иисусе Христе, того, что Спаситель наш совершил, какой наставил нам пример. Смотрите, ученики Господа, апостолы, опять же, мы в то воскресенье, когда читалось, там был момент, что подошли сыновья Зеведеевы, Иоанн и Иаков, а по другим евангелистам еще и мать их подошла, и стали просить, что Господи, ну дай вот, когда будет Твое царство, когда Ты там восядешь на престоле, они думали, что именно ради для этого Он и идет в Иерусалим в том самом году, когда совершилось распятие, воскресенье. Они думали, что Он там воцарится земным правителем, земным царем, и те, кто сейчас к Нему близок, и там будут в еще большем почете и славе. И вот они просят об этом, а Он говорит, вы не знаете, о чем говорите. Вы будете так же, да, страдать, как и я, это под словом крещение, Он говорит, то есть погружаться в глубину страданий. Вы так же пройдете свой путь, но вот это воссесть во славе вечной жизни, это кому уготовано будет уже в конце, по итогу того, как человек прошел этот путь. И вот это непонимание. И сейчас они входят в Иерусалим, Иисус, Его ученики, и, конечно, элемент простой человеческой радости, Он проявил Себя во всей полноте. Действительно, впервые Спаситель въезжает в этот, входит в этот город вот таким особым, торжественным образом. Но очень важная деталь. Он входит, он сидит, въезжает на осленке, а не на боевом коне, не на белом коне победителя. У него нет трофеев, за ним вслед не ведут пленников. Где-то сбоку не лежат никакие трупы. А именно так бывает, когда земной какой-то победитель, повелитель, царь, восходит на свое царство. Так было всегда, так есть. И так будет, пока грешный мир не изменится. Чья-то слава, чья-то победа ценой страданий, смерти, крови, унижения других. Поэтому Христос входит, как смиренный царь, исполняя древние пророчества, которые звучали на вчерашнем сеночном бдении, из пророчеств Сафонии пророка, Захарии пророка. «Ликуй, дочь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дочь Иерусалима!» Господь отменил приговор, прогнал врага твоего. Господь посреди тебя, из пророчества Захарии, «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима!» «Царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице, сыне подверемный». Что может быть более простого и даже где-то смешного, ироничного, как ослик, осел, который используется в сельском хозяйстве, там на востоке, и для каких-то небольших перевозок, в таком каком-то вторичном, смиренном, простом измерении и понимании всегда воспринималось это животное. И вот царь мира, царь Израилев, как называли его пророки, как потомок Давида, он въезжает в Иерусалим вот на этом самом масленке. Чтобы на все века, даже до нашего дня, показать природу христианства, что христианство – это кротость, это смирение, это простота, доброта, это не воинственность, это не угроза, это не потрясание оружием в одной руке крестом в другой руке, хотя так, к сожалению, было, и, к сожалению, так продолжается. Но это не Христов путь, это путь антихриста, антихриста – произвести страх, унижение, победить, захватить, заставить, принудить. Христово стадо, христовы ученики, они совсем другими должны быть, по примеру своего учителя. И второе, на что надо обратить еще важное внимание в сегодняшнем евангельском событии – это народ, это толпа. Да, ученики до конца не понимают, но они чувствуют, что приближается что-то очень великое, то, ради чего Иисус их готовил и много раз говорил об этом, о чем-то, но они до конца не понимают, поэтому думают, что вот надо занимать места, чтобы получше там, в этом великом, что начнется им участвовать. И действительно, они будут великими, их участие в освящении, просвещении мира Христовым учением, оно начнется. Но начнется тоже через школу их страдания, да, их, может быть, такого позора, когда они разбегутся, спрячутся, а потом будут за дверями затворенными вместе, и туда уже явится воскресший Господь, и просто скажет им «Мир вам!» Он не скажет «Ах, вы трусы! Вас надо наказать, отчитать!» Нет, Он просто придет к ним с любовью и прощением. Вот природа христианства, любовь и прощение, а не что-то иное. Так вот, ученики, да, они такие, и мы на них похожи. Но тут, в этом событии, еще и толпа людей. В этой толпе, опять же, люди разные. Наверное, кто-то встречает Господа тоже с радостью и надеждой, и, может быть, что-то понимает и знает из какого-то своего духовного опыта. Но большинство – это действительно толпа. Кто-то первый закричал «Асанна», то есть спасение, слава, спасение через сына Давида, «Асанна» в вышних, благословен грядущего имя Господня. И все начали кричать, ликовать, срезать и ломать ветви пальмовые, ветви деревьев, махать ими, постилать свои одежды. Да, вот такой порыв. И хотелось бы увидеть в этом действительно вот что-то такое очень прекрасное, искреннее, если бы не то, что произойдет спустя несколько дней с этой или похожей на них толпой, которая будет кричать в остервенении «Раскни! Раскни его!» «Царя ли вашего, Раскну, скажет Пилат? Не имеем царя другого, кроме Кесаря!» Какой ужас! Избрали своим царем римского оккупанта, римского императора, который оружием, силой захватил их, смирил их. И вот в час спасения безумная толпа выбирает и озвучивает совсем другого себе царя. Не царя сына Давидова, а язычника, который другой уже император. Спустя несколько десятилетий сравняет Иерусалим с лицом земли, разрушит храмы, рассеет народ по всем местам на несколько столетий, даже тысячелетий. Вот какая толпа-то! Какая она неразумная! Какая она безумная! Какая она на самом деле агрессивная и страшная, эта толпа! И вот это состояние человечества, людей, как вот такой толпы, безумной, которой можно кинуть что угодно, любой лозунг, идею, и она поднимет и побежит, и будет крушить все на своем пути, все одобрять, дурное, злое. Хотя еще вчера ее можно было настроить совсем иначе. Поэтому ученики Христовых, хоть вот они такие и слабые, и наивные, и где-то нам кажется неразумные, но они все-таки другие. Они живут внутренним опытом того, что им подсказывает их сердце, что они услышали от Господа, приняли, и это зажгло, вдохновило их. А толпа, она живет лозунгами, она живет, что за нее кто-то решает, куда-то настраивает пропаганда. И это, к сожалению, все было и остается, и не хочется, чтобы продолжалось. Наш народ призывали к революции, ломать, сносить храмы, убивать друг друга, писать доносы, верить всему тому, что скажут по телевидению, напишут в газетах. Говорили, что Бога нет, говорили, что религия – это зло, что мы самые-самые-самые лучшие на свете. И все это рухнуло, все это развалилось в пух и прах. И все это повторяется и будет повториться, пока люди не начнут жить более благоразумно, более глубоко, более духовно. Когда они будут искать первоисточники не в толпе, а в том, что говорит Господь, как Он учит нас, когда мы поймем, что мы-то христиане. Наш Царь Христос, Сын Давидов, Спаситель, Его престол – это крест, Его царский венец – это терновый венец. И Его слава – это смерть на кресте с молитвой за распинателей и потом победа через воскресение. И воскресение во славе не через победу и уничтожение своих распинателей, а через прощение их, торжество над злом и над смертью, любовью и миром. Вот и об этом сегодняшний праздник, дорогие. И будем об этом очень крепко задумываться, чтобы нам не потерять свою христианскую идентичность, чтобы нам не стать вот этой безумной, глупой толпой, которая манипулирует силы мира сего. Не Христово учение, не Бог-Отец всех, а мирские злые силы, которые могут принимать любые маски, любые личины, особенно привлекательные, производящие впечатления, внушающие что-то. Но они не от Бога. Будем помнить, что мы, ученики того, кто въехал в Иерусалим на маленьком сером осленке, взошел на крест, воскрес, простил и явился, и всем нам является, зовя нас в свое вечное царство, любви, мира и прощения. Аминь.